Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами будет вкуснейший торт, который мне привезла Жоли. Он нереально красиво выглядит и очень классно пахнет. Я решила забахать мукбанг, но куда же еще его девать? Запивать мы все это дело будем чаем. К сожалению, фруктов у меня дома не было, поэтому вот так вот едим наш этот тортик. Так, давайте приступлю с вашей стороны, чтобы вам было все это дело видно и удобно. Начать хотелось бы с того момента, что почитала комментарии под мукбангом в Жоли. И все там пишут, что я только ем, ей не даю возможности поесть, только задаю вопросы. Я же не виновата, что она не может говорить и есть одновременно. Я, например, на мукбангах всегда и рассказываю что-то и ем. Также хотелось отметить тот момент, что все роллы, которые остались, все до единой штуки я и завернула с собой. Так было и в прошлый раз, так было и в этот раз. Поэтому ваше обвинение необоснованное. То же самое было с Нурай. Нурай, когда ко мне приходила, то, что осталось роллы, все, я завернула ей. Мне кажется, в основном это пишут дети. Какой сейчас век, что типа я отбираю у нее еду. Более того, что я завернула ей роллы, я еще завернула тот самый рулет, который показывала вам в инстаграме, который приготовила моя мамочка. И что-что в жадности меня как бы обвинить невозможно точно. Ну, мне кажется, это как бы пишут дети, если честно. До 12 лет. Потому что другой взрослый человек никогда не напишет такой комментарий. Так что вот так вот. Даже же Али прочитала эти комментарии, была в шоке. Она говорит, может мне написать там в комментариях, что ты мне остальные роллы завернула, ты мне завернула рулет. Просто на пустом месте. Я говорю, да нет. Вот. Лучше я сама в видео скажу, что всем было понятно. Что касается остальных новостей, ребят. Я просто жалею о том, что... Когда я упрямляла волосы, я не стала это снимать. Вы знаете, что в тот день я снимала влог. И передо мной стоял выбор. Я как бы думала в этот момент заснять, как я выпрямляю волосы или нет. Я не засняла и произошло кое-что очень интересное. Никогда не думала, что такое может быть. Я выпрямляю волосы. Вот вам рассказываю, что пудо вы не поверите. Жалко, что нету видеодоказательства. Я бы вам показала, вы бы офигели. В общем, выпрямляю я волосы обычным утюжком. У меня, знаете, супер дешевое. Покупал брат, когда мы еще подростками были. Как сейчас помню, за 200 рублей. Ну, работал он офигенно. Служил мне верой и правдой уже сколько лет, да. Больше 10 лет. И что происходит? Я сижу, выпрямляю волосы. И тут я слышу шипение. Конечно, до меня не сразу доходит, что за шипение, что может быть. Я смотрю, как всегда, блогера своего любимого. И выпрямляю волосы. Вдруг я посмотрела в зеркало, я просто офигела. Оказывается, мой фен, мой утюжок загорелся. Произошло там замыкание или что. Не знаю. Но на пустом месте, у меня прям, знаете, в области, где провод, там прям огонь. И я спалила, кстати, себе волосы. Уже отрезала эту часть, но теперь у меня волосы чуть короче с одной стороны. Я представить не могла, что волосы настолько быстро горят. Это буквально несколько секунд. У меня мама посмотрела на мои волосы и говорит, ты что, целый час это снимала, что ли, процесс, как у тебя горят волосы? Я говорю, нет, мама, волосы настолько быстро горят. В инстаграме вам покажу фен. Ой, утюжок. Что я писаю? Фен, фен. Вот тут у меня, значит, истерика. Быстро кинул утюжок на пол. Начала его тушить. Причем горел не сам утюжок, а горел именно провод. С чего, почему, непонятно. Было ли у вас когда-либо такое? Пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что у моих знакомых, у моих родственников никогда не было такого. В инстаграме вам покажу его. Вот это как раз область, где загорелось. Первая моя мысль. Не то, что... Ой, блин, жалко волосы. Почему это произошло? Опять новый утюжок покупать? Я сразу такая, блин, почему я этот момент не засняла? Это же просто был бы угар. Это было бы очень смешно. Это можно было в тикток выложить. Все магазины закрыты. Разве что онлайн можно купить. Казалось бы, ситуация неприятная. Но мне прям эта ситуация подняла настроение. Вот всегда у меня так. Снимаю, снимаю. Только интересный момент. Я выключила камеру. В этот момент произошло что-то интересное. Я элементарно твикса снимаю своего котика. И только вот этот его прыжок пытаюсь уже снять. Наверное, недели-две. Он иногда так подпрыгивает, как ненормальный. И вот, когда я его снимаю, он никогда не подпрыгивает. Как только я выключаю камеру, он все, подпрыгнул. Или один раз. В Ахмедлах ругались два бомжа. Не то, что бомжа-женщина, какая-то бомжиха. То есть выглядело так. Не хочу никого оскорбить. Но она, то ли у нее с головой не все дома. Наверное, душевно больной человек. Но, в общем, они ругаются, кричат друг на друга. Там драка. И тут, короче, я быстренько вынимаю телефон из кармана. Решила это заснять все дело. И никак, короче, у меня разблокировать его не могу. Прикиньте. Пока я разблокировала. Они уже помирились. Вот не везет. Из меня журналист никакущий вообще просто. Ноль. Кстати, насчет журналиста. Я нашла девочку. Она, кстати, журналистка. Работает в одной из лучших газет. Или как? Газета, да? С ней тоже будет мукбанг. Теперь я не буду есть. Я уже предупредила. Я говорю, ты можешь и есть, и говорить. Чтобы не было таких обвинений всяких. А еще был однажды случай. Два одноклассника, в общем, нас отбрались. Я решила заснять. Вот мне никогда не везет в такие моменты. И тут я начинаю снимать. И один из одноклассников поворачивается ко мне. И ты говоришь, что ты снимаешь? Ой, что ты снимаешь? В общем, ни разу не было такого, что... В эпицентре события что-то смогла заснять. Очень вкусный торт. Просто сладкое много не поешь. Только немного поешь, все. Наедаюсь я. Мама уехала вчера в деревню. Поэтому да здравствует фастфуд. Конечно, я постараюсь кое-что кое-где готовить. Например, следующее блюдо у нас с вами будет тушеночка. Полкило. Такая, знаете, смачная. 525 грамм. В общем, ребят, на этом все. Обязательно пишите в комментариях. Вот с феном ситуация у вас была такая или я единственная? Вообще, я слышала, что проводка горит. Из-за этого пожар может быть. Вот, наверное, здесь тоже какое-то короткое замыкание. Или что-то такое произошло. Перегрев, возможно. Не знаю, что. Но прям конкретно в области провода был огонь, который расплавил мне волосы с одной стороны. Теперь они у меня чуток покороче. Но я состригла только ту часть. С одной стороны у меня длиннее волосы, с другой стороны короче. Потому что мне жалко мои волосы. В общем, на этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо огромное за 180 тысяч. Всех обнимаю. Целую. С вами Блайк Емили.